Хочу задать один вопрос от лица уверенной мне Ассоциации Глобальной Энергии. Значит, если смотреть на предвыборные речи и контробвинения Трампа и Байдена буквально последних трех дней, то Трамп позиционирует себя как защитник традиционной энергетики, обращаясь к нефтяникам, даже точнее к женам нефтяников на ряде митингов. Байден, напротив, позиционирует себя как сторонник возобновляемой энергетики. Как вам кажется, это железобетонная позиция на годы вперед или это, так сказать, дань все-таки, прежде всего, электоральным вещам? Иными словами, насколько реалистично ожидать, что все-таки и Америка при любом из президентов начнет дрейф в сторону, ну, назовем его так, коллективно-европейского сценария в плане субсидирования массированного использования возобновляемых источников, ну и, соответственно, смены энергобаланса. Вопрос, на самом деле, более чем важный для России. Действительно, это очень важный вопрос, но я думаю, что за несколько дней до выборов все реплики, все комментарии, они мотивируются именно расчетом на привлечение колеблющихся избирателей. Вы помните, когда Байден сделал достаточно резкие заявления относительно гидроразрыва хвоста, о том, что это несет определенный экологический ущерб, тут же Трамп реагировал и попросил избирателей Техаса, Оклахомы и Пенсильвании среагировать на эту реплику, потому что во многом благополучие этих штатов связано с этой технологией. Если говорить о европейской реакции, вот было любопытное заключение Министерства охраны природы Федеративной Республики Германии, которое заявило о том, что СПГ, полученный с помощью гидроразрыва хвоста, он более экологически вреден, чем трубопроводный газ. Это такой достаточно неожиданный поворот, с моей точки зрения. Но, конечно, с учетом того, что электорат Демократической партии сильно подвинулся влево, сильно подвинулся в сторону подхода Европейского Союза, я думаю, что в случае победы Байдена он больше будет придерживаться вот этого как бы нарратива, этого трека. Он может вернуться в Парижское соглашение. И, конечно, он не будет стимулировать, так как это делал Трамп, отмену ряда экологических ограничений, в том числе на строительство трубопроводов, на гидроразрыв хвоста и так далее. То есть такой дрейф, на мой взгляд, неизбежен.